Здравствуйте! Сегодня мы с Владимиром Конновым обсуждаем вторую часть кармодиагностики. А именно сегодня у тебя был, получается, прием нашего добровольца Любы, и ты проводил непосредственную работу с кармой. Расскажи, пожалуйста, почему ты сделал паузу примерно две недели и что после этого произошло? Пауза не две недели была на самом деле, а пауза была до того момента, пока Люба не выполнит все те требования, которые я перед ней поставил. Просто ей нужно было закрыть те дырки, которые были в ее поле, и поэтому я ей дал определенное задание, да, она это все сделала, все получилось, все замечательно, поэтому можно было спокойно работать с кармой. Перед началом работы ты, наверное, опять же оцениваешь, насколько поле находится в пригодном состоянии для работы, и дальше происходит сам процесс. Насколько этот процесс в данном случае был необходим уже, работа с кармой? Ну, оценка поля все равно нужна была, но просто Люба мне позвонила по телефону, и я это сделал на расстоянии, поэтому как бы сегодня я так просто чисто прикидочно посмотрел, что поле вроде целостное, и можно работать. То есть чисто прикидочно я в детали не лез, но, в принципе, оно и не должно было особо исказиться, если у человека не было, вот, скажем, в эти несколько дней каких-то серьезных стрессов, скандалов, ну и так далее, каких-то серьезных событий. Если события были, обычно это сразу видно, я просто ощущаю, я сразу спрашиваю, не было ли бы событий, тогда приходится делать повторную диагностику, смотреть, что там с полем. Если полем все нормально, можно как бы идти дальше. Вот, если нет, то опять человек на второй круг пускаю. Владимир, ну, получается, работа с кармой была показана, Любе, в этой ситуации, ведь ты определил, что карма уже раскрылась или раскрывается. В данной ситуации ее подсознание нам выдало информацию, что нужно работать именно с этим фрагментом реинкарнации, поскольку он связан с ее некоторыми фобийными вещами, о которых я узнал, к сожалению, потом, уже после работы. Поэтому ее подсознание выбросило именно эту реинкарнацию, потому что это наиболее важно для ее жизни. Добрый день! Здравствуйте! Я надеюсь, что вы все мои рекомендации выполнили, все сделали. Сейчас в двух словах я вам расскажу, что мы будем делать. Я ваше поле уже посмотрел, у вас все ровненько, все хорошо, все замечательно, пробоев нет. То есть можно, на самом деле, с вами работать теперь спокойно и без всяких последствий. Ну, как ты считаешь, вот эта работа, которая сегодня уже была проведена, забегая вперед, она повлияет на вот эту фобию, которая родилась, получается, давным-давно и до сих пор воздействует на любом? Ну, в любом случае, это будет немножко полегче с этой фобией справляться. Почему? Потому что уже какой-то кусок реинкарнации, ну, кусок, который сидит в подсознательном плане, мы убрали. Но, возможно, у нее эта фобия возникла не в одной реинкарнации. Это надо просто лезть, смотреть в эти прошлые жизни и разбираться. Понятно, что это проработка, тем не менее, сегодня был реальный сеанс, реальный кейс о том, что происходит в процессе проработки, как происходит взаимодействие, получается, и что в итоге. Значит, легли удобно. Постарайтесь настолько вот, во сколько можно расслабиться. Последите за своим дыханием, закройте глаза. Сделайте спокойный, ровный вдох и спокойный, ровный выдох. Спокойный, ровный вдох и спокойный, ровный выдох. Ощутите, как будто ваше тело, оно так как плавает, так мягко, в каком-то таком легком тумане. Вот. Сейчас мы с вами поставим защиту. Как вы себя комфортно чувствуете? Да, почти. Ощущения какие-то есть в теле? Немножко, волнение чуть-чуть. Сейчас мы попросим показать нам один из фрагментов вашей прошлой жизни, который нам надо в первую очередь рассмотреть, и который ваше подсознание готово нам открыть для вас, для вашей пользы. Если вы что-то вдруг начнете видеть, слышать, ощущать, вы сразу говорите. Хорошо? Да. Замечательно. На самом деле, я блок уже увидел, уже он вскрылся. А я вижу палубу корабля, деревянная палуба, то есть это двухмачтовое судно, похоже. Да, да, две мачты у него. И вы... Сейчас вас будем искать там. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вы моряк, молодой мужчина. Драйвите эту палубу. Ну, моете, в смысле. Сейчас посмотрим, что там. Ну, корабль находится в море, он не стоит на рейде. Вот. То есть он где-то в море. Где-то вдалеке берег виден. Ну, паруса почему-то спущены. То есть не натянутые, а убранные. То есть он как бы вот дрейфует. Ну, выходит какой-то вот, наверное, это боцман. Что-то вам говорит. Вы перестаете выполнять вот эту работу. Что-нибудь удалось вам увидеть или последить за моим? Да, я представляю. У меня почему-то глубина, и я вижу, как там маку упал. Ну, а еще, что вы там могли заметить, вспомнить, как бы, что было тогда. Ну, он вас посылает, и вы лезете на вот этот нос корабля. Когда паруса убирали, вы там что-то плохо закрепили, и вот этот парус, вот этот передний, он, ну, как управляющий считается, он немножко болтается. Он должен быть свернут, а его ветром так немножко треплет, и боцман вас послал туда, ну, чтобы вы свою работу сделали, ну, до конца. Вот, а там получается такая вещь, поскольку вы мыли пол, у вас, как бы, ноги в этом, в воде, руки тоже, и вы вот полезли туда, и, ну, в общем, соскользнули и упали. Упали в воду. Вы там кричите из воды, что там что-то такое, ну, вас там, потому что боцман ушел, ну, он вам сказал, ушел, вы полезли, и вас никто не слышит. Вот, потому что это спереди корабля, вот, ну, как бы вы так это не, ну, потонули, не, не, не смогли. Я хорошо видела, еще когда про колу говорила, низ корабля, как это называется. Ну, днище, да. Ну, да, прям очень четко, я тебя не знаю, чувствую. Да, 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 да. Ну, вот вы там вначале пытались барахтались, пытались, как бы, вот, чтобы вас кто-то услышал, и вы туда попали, под днище. Нам показали этот момент, потому что жизнь, конечно, короткая, потому что вы там совершенно молодой человек. Как-то вот так жизнь закончилась очень быстро. Ну, причина понятна, это халатность, да, то есть вы вначале не убрали вот этот вот парус, потом вы, он вам сказал, вы побежали убирать, вместо того, чтобы подумать, что, в общем-то, ноги должны, руки будут сухие, а они мокрые, не скользкие, потому что, похоже, вы мыли, ну, какой-то типа мыла там было у вас, то есть все скользкое было. Побежали выполнять приказ быстро, да, но это неправильно. Вот, поэтому, что мы тут можем сделать, ну, понятно, чему эта жизнь, собственно, этой ситуации учат. И там еще тоже момент, когда вы, в общем-то, тонули, вы этого боцмана еще проклинали всячески, что, ну, как бы из-за него вы, в общем-то, в воду упали. Карма, получилось то, что вы создали проклятие, да, вот на боцмана того, то есть в этой жизни он, видно, где-то тоже воплощен. Мы, собственно говоря, как бы такую маленькую работу выполнили. Теперь мы сейчас будем возвращаться сюда, в эту комнату. Потихонечку мы возвращаемся сюда и открываем глаза. Ну, теперь можно встать. Ну, в смысле, сесть. Как будто фильм посмотрела. Понимаете, то есть там фактически карма у вас на трех планах образовалась. Значит, первый план – это план, скажем, выживания, потому что фактически это, ну, не совсем самоубийство, но, в общем, вы как бы привели себя к кончине, да, то есть там где-то карма чуть-чуть. То есть убийство собственного тела, да, фактически, но это как следствие, да. Потом идет план эмоциональный, потому что там вы на этого боцмана были очень злые, да, то есть выкидывали большое количество эмоций. И третий план – это план горла, то есть информационный, потому что вы его несколько раз прокляли. Проклятие там, когда человек проклинает, умирая, это проклятие очень сильно действует, потому что там с этим боцманом потом произошли тоже неприятные, потому что проклятие начало работать, и боцман тоже не дожил до своего преклонного возраста, там с ним тоже какие-то… Ну, я же не стал туда дальше смотреть, что там с боцманом произошло. Главное, вот ваш фрагмент вашей судьбы мы посмотрели, и это вот было важно. Можно было посмотреть эту жизнь и раньше. Молодой человек, у вас там какая-то невеста осталась на берегу, какая-то девушка там, потому что если бы у вас никто не остался, ну, вы бы не особо переживали. А там кто-то остался, там какие-то родители, родственники, а вы молодой еще человек. Вот так жизнь закончилась, как бы фактически вы подвели не только себя, да, но и тех любимых людей, которые остались на берегу. Поэтому здесь вот… Поэтому вас по сердцу отпустило, стало теплее. То есть мы не стали всю эту жизнь смотреть. Ну, по понятным причинам можно было, конечно, посмотреть всю эту жизнь, кто у вас какие-то там родственники, но мы работаем по карме, по негативной карме, да, и, по-видимому, ваше подсознание сейчас выкинуло эту информацию, которую я увидел, которая наиболее важна в данной жизни, да, ключевой является. Вот. И поэтому мы как бы… Можно было, конечно, всю жизнь посмотреть, там, кто у вас родители были, в каком городке вы жили, там. У вас там какая-то невеста была девушка. Мне просто уже идет информация. То есть не просто так у вас там невеста была, вы денег зарабатывали, работая на этом судне и на свадьбу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok